Уважаемый Краснов Игорь Викторович, я Губанова Олеся Леонидовна, операционно-медицинская сестра Сургутской клинической травматологической больницы. Ранее к вам я уже обращалась таким же образом, чтобы вы приняли меня у себя на личном приеме, где я бы могла изложить все свои доводы и доказательства. Но, к сожалению, такой возможности не предоставилось. После того, как я обратилась к вам о просьбе принять меня на личный прием, со мной связался ваш заместитель, это Зайцев Сергей Петрович. Мною подано большое количество заявлений о противоправных действиях должностных лиц Сургутской клинической травматологической больницы. Заведены уголовные дела, которые расследуются в Следственном комитете по городу Сургуту. Я хочу вас попросить, чтобы вы организовали внеплановую выездную федеральную проверку в Следственный комитет по городу Сургуту по возможности принять меня на личном приеме, так как я предполагаю, что те уголовные дела, которые расследуются в Следственном комитете по городу Сургуту, умышленно затягиваются. Для того, чтобы истек срок привлечения должностных лиц к ответственности. По настоящее время так и не найдены и не установлены подозреваемые лица, несмотря на то, что было предоставлено большое количество доказательств. Сегодня на личном приеме 26 января 2023 года руководитель Следственного комитета заявил мне о том, что несмотря на все мои поданные заявления, он даже обозначил, что их было 15 штук, но их было гораздо больше, ни один из моих доводов не нашел подтверждения. Мое мнение, что данные слова не являются действительными. И ко всем моим заявлениям у меня есть доказательства, которые я в дальнейшем могу вам предоставить. Несмотря на то, что многие доказательства были предоставлены, высшестоящие, все аудио, видео, документальное подтверждение, Ермолаев сказал, что мной не предоставлены никакие доказательства и все мои доводы несостоятельны. Предполагаю, что это просто умышленное издевательство надо мной. Несмотря на его слова, вчера я получила документы с города Ханты-Мансийска, с прокуратуры, что все заявленные мною факты подтверждены и к ответственности привлечены три должностных лица Следственного комитета по городу Сургуту, каких пока я не знаю. Я прошу вас помочь мне, я прошу вас защитить меня и оградить меня от этого беспредела. Так как мне и моему окружению поступают очень странные звонки, это мои правозащитники, это журналисты, которые помогают мне освещать данную проблему, поступают очень странные звонки с угрозами и провокациями. Я прошу вас о помощи. Услышьте меня, пожалуйста. Нарушаются мои права. Ермолаев не считает, что он нарушает мои права. Всячески ограждая от тех дел, которые находятся на расследовании в Следственном комитете. Чтобы я не могла с ними ознакомливаться, чтобы я не могла подавать ходатайство, он объявляет меня, несмотря на то, что я заявитель, незаинтересованным лицом. Также я считаю, что Следственный комитет города Сургута не в силах расследовать эти дела, ввиду их возможной заинтересованности, исхода дела, для того, чтобы никого не привлечь. А я на данный момент нахожусь в такой зоне риска и нападок со стороны Следственного комитета по городу Сургуту, вплоть до заведения на меня уголовной статьи по клевете, по лжедоносу, несмотря на то, что я сказала правду. Каждое свое слово я могу обосновать. И при личной встрече я могу это все подтвердить, так как на руках у меня имеется большое количество доказательств и документаций, которые подтверждают мои слова. Спасибо. Спасибо.